Добрый вечер! У нас в студии прекрасные гости, я начну представлять от себя, Кэрри Угенбергер, общественный активист, которая подняла практически весь фейсбук против московской реновации, муниципальный депутат управы Соколимая гора Владимир Шпеньков, правильно я все излагаю, да? Муниципального управа Соколимая гора. Муниципального управа, да, ну вот, может более точно. И общественный активист, я... У тебя депутат Гагаринского района. Вот, депутат Гагаринского района Елена Русакова. Ну, титула у каждого побольше, но вот самое главное я, наверное, назвал. И сегодня был такой определенный, что ли, рубеж в развитии этой темы, борьбы с реновацией или за реновацией, кто как себя ведет парламентские слушания в Госдуме. Наш корреспондент Иван Воронин предложил нам небольшой репортаж об этом. Пожалуйста, покажите. Мы живем в таких условиях, что, извините, нам уже деваться некуда. Мы каждый день ждем, что на нас упадет потолок и стены обвалятся. Они живут, конечно, в шикарных условиях, им не хочется переезжать. А нам хоть куда-нибудь, хоть, чтобы, по крайней мере, живыми остаться. И, чтобы дома не рухнули. Это центральный округ. Это центральный округ Басманного района. В центре Москвы, представляете, люди, в каких жилищных условиях живут? Аккуратнее, аккуратнее. Покажите, паскор, вы не знаете. Почему? Потому что вы не знаете, что вы не знаете. Таких домов в городе Москва очень много. Много проблем районных. Поэтому это прогноз очень важный. Но надо с вами поменяться. У меня хороший дом. Давайте поменяемся. Мы в каком районе? А я в Межгородском. Вот у меня суперский дом сносит. Вы можете понять, за что мы боремся? Вы понимаете, за что мы боремся? За что мы боремся? Мы боремся за то, чтобы сносили веткое и аварийное жилье. А хорошие, крепкие дома ставили в покой. Мы должны быть вместе. Вот мы и пришли к вам. Мы с такого дома спровоцируйте. Если я купила свою квартиру, это моя частная собственность. Никто не может за меня решить, отобрать у меня ее. Не две трети собственников. Не 100% собственников моих соседей. Не 150%. Мы имеем право быть на этих парламентских слушаниях. Мы просим пройти. Вот и все. Никакой акции нет. Мы пришли с конкретной просьбой. А вы подавали заранее фамилии, списки, чтобы попасть на эти публики? Более того, я была в этом списке до субботы. Я была в этом списке, а в субботу меня вычеркнули. А требование у нас одно – попасть на эти публичные слушания. Мы не понимаем, из кого они составлены. Кто там сидит в зале, потому что представители Москвы стоят вот здесь. У меня все оформлено, заявка. Но я сейчас попытался пройти, мне сказали, что заявки нет. Ее потеряли. Но, видимо, моя позиция не устраивает организаторов слушаний. Как вы с вами сделали? Слушайте, без вас так, спокойно. Да, нормально будет. Уладая на гражданах, уладая право, неправо. Слушайте, с другой стороны, у нас все молчали, делали, молчали. А сейчас вроде начали потихонечку говорить. А уже так заворовались, так заврались, что уже... Они уже не могут с этой, конечно. Здесь реально представители улиц. Мы! Говорят, что нет. Мы! Мы! Отлично! Это был репортаж нашего коллеги Ивана Воронина о тех событиях, которые происходили сегодня около Государственной Думы, где проходили парламентские слушания. Елена Русакова, вот ваш комментарий. Это было все серьезно, это было все искренне. Но вот какую роль играют эти парламентские слушания? Вот мы помним с детства, там, день 7 ноября, красный день календаря. А вот сегодня это для кого-то красный, для кого-то черный? Или это просто проходной этап какой-то? Ну, понимаете, конечно, это скорее черный день для гражданского общества и для демократии в России. Хотя я, конечно, надеюсь, что дальнейшие события сделают его скорее проходным днем, потому что мы создадим другую тенденцию. Я думаю, что вот истинных граждан больше и мы сильнее. Потому что что, собственно, произошло? Вообще процедура сама по себе, вот как она в законе замысленно, она правильная. Действительно, здесь есть пложный законопроект, который требует серьезной общественной дискуссии. То действительно может быть такая дискуссия именно на базе Госдумы. Но реально эта дискуссия была фактически заменена инсценировкой, когда большинство из тех, кому позволили пройти, оказались специально подобранные люди, которые, значит, поддерживают одну сторону, инициаторов этого самого законопроекта о реновации. Я могу много рассказать, как, собственно, критики, противники законопроекта Мы старались принять участие в этих слушаниях, как много мы подавали заявок по самым разным каналам и через официальную электронную приемную Госдумы. И, так сказать, вот я на депутатском бланке писала, значит, вот мы курьером это посылали, официально подавали. Значит, за нас ходатайствовали общественные организации, например, Московская Фельсинская группа. Пыталась одна Людмила Михайловна Алексеева там звонить Володину и говорить, что вот нужно пригласить представителей общественности и депутатов на это мероприятие. Самые разные группы граждан писали. Ну, да, вот, скажем, председатель партии «Яблоко» Эмилия Слубунова сама просила за себя и за руководителя Московской организации партии. Все это оказалось бесполезно. То есть, вот все эти люди не получили ответа на свои заявки, я не получила, хотя бы тоже по разным каналам направляла. И более того, те, кому пообещали, что они включены в списки, накануне вечером получали странные звонки почему-то от управы района о том, что нет, вот, вы знаете, вас не будет, вас из списков исключили. Мы попытались проанализировать, кого, собственно, исключили, а кого оставили. Исключили тех, ну, в общем, о ком могли думать, что они будут хорошо выступать, аргументированно. То есть, это жители с юридическим образованием, это такие вот яркие лидеры районных инициативных групп, просто чем-то известные люди, это муниципальные депутаты и так далее. То есть, они постарались оставить, если даже кого-то формально пропустить, по-видимому, они выдерживают вот то самое запланированное соотношение две трети за снос, одна треть против. То есть, каких-то рядовых жителей, которые против сноса вроде бы пропустили, но постарались подобрать тех, о ком они думали, что эти люди будут плавнее выступать. И по трансляции было видно, что в самом деле они, ну, некоторые выступающие были не готовы ко всему этому, им трудно, они первый раз в жизни, они могли растеряться на какой-то демагогический вопрос. То есть, ну, это, в общем-то, технологии понятные, скажем так, грязноватые, и свидетельствующие о том, что та сторона все-таки боится, что они поняли, что реальной общественной поддержки нет. Спасибо. А вы как считаете, Керри? Я, в принципе, с ней согласна, потому что я сегодня, вот, вчера и сегодня получала шквал сообщений, почему меня как лица протеста, да, который, как бы, мог говорить от лица, там, минимум, 25 тысяч человек, почему меня не пустили. Тот аргумент, который мне озвучили, что я сейчас не попала в список дома на снос, не выдерживает никакой критики, потому что я прекрасно понимаю, и все это понимают, что сегодня мой дом не включен. У правой префектуры Северного округа, в моем случае, да, они топят мой дом за снос. То есть завтра я буду в списке. То есть, чисто теоретически, я имела полное право, да, чтобы быть на этих слушаниях, но меня не пустили. Спасибо. Владимир, а вы, ваша позиция, вот, где вы находитесь, за, против, мне рассказывали, что вы пытаетесь, как бы, объяснить какие-то минусы, какие-то плюсы всем, кто вовлечен в этот процесс? Ну, я всегда стараюсь искать минусы, плюсы, я всегда стараюсь достаточно объективно оценивать любую информацию, с разных сторон на нее смотреть. Но вот я сейчас часто очень общаюсь с избирателями, с жителями, со своими. Меня приглашают на собрание, поскольку они сейчас проходят регулярно, в каждом дворе практически проходят, и мне приходится в них принимать участие. Надо сказать, это достаточно сложно, потому что людей стравили, стравили между собой. У нас по адресу, там, на Семеновском валу собрались две группы, и чуть ли не пошли друг на друга стенка на стенку. Кулачный бой, да? Буквально, да. То есть на все это смотреть, ну, если не страшно, то, ну, как-то печально. В каждом районе так, в каждом районе. Вот, и я, опять же, присутствие там в другом месте, вот сегодня был на Ткацкой улице, уже не первое собрание, когда приехал депутат Московской городской думы, Сметанов, он приехал, сказал, я собственник квартиры в этом доме, ну, стоит такая блочная пятиэтажка, и люди его увидели, и, в общем-то, рукоплескали тому, что он за снос. Вот, но, что интересно, люди очень разные, и они по своему менталитету, что ли, близкие, те, кто за снос, это один менталитет людей, те, кто против сноса, это другой менталитет людей, к сожалению, и вот их как раз очень легко стравить, в чем проигрывают те, кто против сноса, в том, что среди них большее количество интеллигентных, образованных людей, те, кто много работал, кто купил эти квартиры, кто сделал там ремонт, и кто вложил деньги, а те люди, которые, в общем-то, за снос, за снос, да, они как будто даже бравируют тем, что они там ничего не делали и делать не собираются, и им должны, им должны дать, за чей счет им должны дать, их это не волнует. Они даже на Соколиной горе возникали такие вопросы, претензии, что у них, извините, пахнет нечистотами в подъезде. Я говорю, ребята, дорогие, а кто вам там, извините, вот этот вот запах организовал? Это кто? Это негодяй Порошенко приехал или, я не знаю, Трамп там как-то? Ну, Обама, наверное, раньше запаха чувствовала. Обама, да. Понимаете, и, в общем-то, людям сложно это объяснить. У нас же тоже, прошу прощения, что перебивает, тоже бывает, да, что почему я хочу с носа дома? У меня тараканы в квартире, у меня обои отваливаются, у меня проводка плохая. Я же говорю, давайте я вам сама лично поменяю проводку, выведу тараканов, да, только ради бога оставьте мой дом в покое. Кэрри, а тут другая проблема. Тут такая проблема, что многим хочется, чтобы их снести не потому, что у них тараканы, а потому что рядом, вот вы живете, человек, который себе ремонт сделал и еще предложил им тараканов извести. А людям же важно не то, чтобы у всех было хорошо или у них даже было хорошо, а главное, чтобы соседу было плохо. И это тоже очень печально. Это целая, ну вот такая огромная беда, огромного количества наших соотечественников, к сожалению. Но как вы оцените, Соколиная гора за реновацию или против? Вот можно как-то так сказать? 50 на 50. Ведь я думаю, что тоже. Почему начали, у нас вошли в программу реновации, вошли районы, расположенные на Соколинках? Потому что это бывшие рабочие районы. Там очень много людей работало на Салюте в свое время. И многие из них остались там. Соответственно, контингент такой. Но сейчас, в последнее время, они разбавились новыми жителями, которые приехали, которые сделали уже себе те квартиры, которые они хотели видеть. И поэтому вот это вот противостояние просто набирает силу. Это печально, но вот следующий вопрос я хотел бы задать Елене Русаковой. А как вы оцените, меняется настроение по городу? Со времени, скажем, выхода этого постановления о реновации, вот прошли три митинга, сегодня слушание. Вот куда идет настроение тех, кто затронут на ваш взгляд? Ну, вы знаете, важнее никого больше, а все-таки у кого больше ресурсов, в том числе интеллектуальных. Кто лучше умеет саморганизоваться. И, в общем-то, у тех, кто умнее, умеет работать, умеет вообще как бы решать проблемы, я думаю, что в целом у исторической перспективы больше шансов, даже если их физически меньше. Вот у тех, кто смогли себе квартиру отремонтировать, они же и проблему города в целом с большей вероятностью решат. Вообще, понимаете, я хочу сказать, а кто сказал, что вообще эта тема только тех, чьи дома под снос или не под снос? Это же затрагивает город в целом. Вот, например, у нас люди, которые живут рядом с пятиэтажками, в таллинских домах, они понимают, что это и их проблема тоже, потому что если на месте вот этого прекрасного зеленого квартала, который состоит из пятиэтажек, если на этом месте появятся башни, плотно поставленные одна к другой, это район погибнет, это будет и транспортная катастрофа, и экологическая, и социальная, и какая угодно, технологическая. Вот в чем дело. И вот это доходит до все большего числа людей. Кроме того, со временем распространяется совершенно простая информация, что хорошо, вот эти люди, которые действительно хотят, ну, простите, халявы, да, вот у них квартира грязная, и они вдруг решили, что им дадут что-то получше, просто так дадут. Ну, постепенно это доходит до всех информации, что для того, чтобы вот этим людям дать новую квартиру, не нужно сносить вот этот дом, нет никакой в этом необходимости. Поскольку 11 миллионов квадратных метров жилья построено в Москве и пустует, за гораздо меньшие деньги, чем сейчас просят из бюджета на программу этой так называемой реновации, за гораздо меньшие деньги можно выкупить вот этот самый, на ликвид, который не могут продать, нет покупателей на все это, да, соответственно, переселить те, кто хочет переселять, пожалуйста, путь даже метр в метр. Вы хотели новые стены без тараканов, но вы их получите, да, соответственно, город может выкупить вот эти вот остающиеся квартиры, и туда могут заселиться те, кто понимает, что пятиэтажка в зеленом районе, в обзитом, с налаженной инфраструктурой, это прекрасно, а сделать там ремонт, это, в общем-то, полное посильное, это будет великолепная квартира. И не только в этом дело, а существуют же прекрасные разработки архитекторов по реконструкции пятиэтажек. Практически все, за редчайшим исключением, можно превратить эти пятиэтажки просто в сказочные домики, как это делается по всей Восточной Европе, где тоже было индустриальное, то же самое домостроение, их не сносят там, уже реконструируют. И тоже самый успешный опыт в России. Так что снос этот не нужен, расселение, возможно, в рамках действующего законодательства. Для этого есть все в законе, все в подзаконных актах, и есть на это бюджет. Все есть, все условия есть. Понимаете, для того, чтобы счастье организовать вот тем этим людям, которые ходят с этими самыми бумажками, снесите меня, да, снесите наш дом, для этого не нужен этот законопроект, не нужна программа реновации. Абсолютно ничего не нужно. Вот это, рано или поздно, эта информация просочится до них, несмотря на то, что эта информация блокируется. Можно я пару слов добавлю, если вы разрешите? Мне в силу обстоятельств, да, мне сейчас очень много пишут людей из регионов. У меня в группе сейчас за три месяца... На фейсбуке, да, у меня собралось очень много фотографий, где мы делимся теми квартирами, теми домами, которыми мы располагаем, которые мы не хотим терять. Мне пишут очень много людей из регионов, которые говорят, Кэри, я не понимаю, у вас прекраснейшие дома, у вас прекраснейшие квартиры, у вас прекраснейшие районы. Почему вас сносят? Помогите нам, регионам. Потому что мы живем в бараках, они присылают мне фотографии, все фотографии у меня есть. Говорят, пожалуйста, Кэри, умоляю вас, донесите эту информацию до правительства, пускай они эти деньги не вам, потому что у вас и так дома прекрасные, при должном уходе предстоят еще 50 лет минимум. Помогите нам, помогите регионам. То есть по-хорошему начните с регионов, помогите действительно тем людям, которые в этом нуждаются. Мы посмотрим, мы проверим. Может быть, мы сами переосмыслим что-нибудь лет через 10-20, может быть, мы не передумаем, но сейчас нам это не нужно. То есть вот посыл, что говорю, может быть, программа хороша, но не для Москвы, для регионов. Она и разрабатывала для регионов. Я просто знаю, какие разработки были взяты как предлог. Это были разработки не для Москвы, не для мегаполисов вообще, а для совершенно других условий. Но их взяли и идею извратили. Извратили, в общем-то, не для того, чтобы людям помочь, а чтобы решить проблемы перекредитования строительных компаний. Это совсем другая тема. Я задавал вопрос по поводу того, как люди относятся к этому. Я так понял, что вы более позитивно смотрите на это. А как вы сегодня сказали, что сегодня движение против реновации нанесено несколько имиджевых ударов. Как это влияет? Нет, не имиджевых ударов на самом деле. Я прекрасно понимаю, что они сейчас пытались сделать ходы. Я же сама лично собирала подписи. Когда они написали, что 20 тысяч, мы фальшивка, что у нас не существует. Хотя мы сами лично, у нас инициативная группа, мы сами собирали подписи, мы просто сделали шаблон для всех, одинаковый. Просто спросили, что, пожалуйста, поставьте свой филу, свой адрес и свою подпись. При необходимости мы же сможем доказать о том, что эти подписи реальные. Судя. Конечно. Да нет, просто, что каждый человек узнает свой почерк, свою подпись, свой адрес. Это все можно пробить. То есть они нам сказали, что 20 тысяч человек, это не существует. Потом был нам сюрприз, что оказывается, чтобы мы собрали митинг, нам за это заплатили. Вопрос, где касса? Где деньги-то брать? Спрятали, наверное, хорошо, скажут они. Нет, то есть у них даже, у них нет мысли о том, что мы вот эти три месяца, мы интуитивно защищаем свои дома, свою собственность, свое право на жизнь, на ту жизнь, которую мы для себя выбрали. Нам не нужно для этого не платить, там, не какие-то там, нам какие-то делать уступки. Мы это делаем, потому что мы спасаем свои жизни, спасаем свои дома. Не только свои, чужие еще. Ну, в данном случае, как вот я, да, как лицо движения, естественно, я уже ввязался в это, да, то есть, естественно, я не только свой, но и всю Москву, как говорится, но посыл в том, что мы это делаем, да, и мы будем это делать, мы будем еще делать митинги, мы еще будем созывать подписи. Мы будем и будем и будем бомбить их и письмами, и встречами до упора, пока они нас не услышат. А им придется нас услышать, потому что мы нас скажем, в нем у нас людей появляется все больше и больше. Спасибо, Владимир. А к вам вопрос. Вот власть как-то меняется под влиянием, ну, условно говоря, хода этого процесса, под влиянием времени протестов? Вы знаете, мне кажется, власть не меняется, власть, к сожалению, настолько цинична, и вот я даже сейчас сравниваю группы. Вот есть группа Заснос, да? Тоже в Фейсбуке. Да, в Фейсбуке. Есть группа Кэрри, группа москвичей против закона реновации, да? Чем они отличаются? Я начал смотреть. Группа Кэрри. Очень много людей. Каждый пишет то, о чем думает. Много постов. Совершенно разные. Разные имена, разные люди. Смотришь, ну, действительно, у каждого свой аккаунт, который там, как правило, достаточно долго существует. Иду в группу Заснос. И вижу, что все 100% вот этих вот там сообщений постов от одного такого действующего лица, которого зовут Заснос. Все. Других нет. Понимаете? Дальше. У Кэрри в группе комментариев к каждому посту там комментариев много-много-много. Люди включаются в обсуждение. Какие комментарии там? Ну, если только лазучики, так скажем, из группы Кэрри туда прибегут и что-нибудь там напишут. Других там нет. Других абсолютно нет, потому что вот бывают... Я всегда на это смотрю, кто какие комментарии пишет, потому что вот многие у нас депутаты Московской городской думы, как правило, так скажем, вот, либо это Единая Россия, либо группа Моя Москва, что в принципе одно и то же, они пишут о каких-то событиях, хорошие события, хорошие какие-то бывают мероприятия. И какие пишут люди к ним комментарии? Никаких. Либо никаких, либо есть одна там женщина, которая пишет либо замечательно. Это женщина заснос. Там мужчина заснос. А ее нет в группе заснос, она сама по себе, но она пишет вот такие вот комментарии, замечательно, чудесно, вот в одно слово. Я смотрю, позитивный человек. Знаете, мне тоже часто пишут, ну так я админ данной группы, ну лицо движения, мне постоянно пишут, Кэри, вы, конечно, эмоциональная, но вы такая живая, что вам хочется верить, что видно, что там вам плохо, да, вы об этом написали, там, вы будете защищать в этом, это видно, это в комментариях, пусть они слишком эмоциональны, уже грамматические ошибки, я вообще молчу, я там, вот, но видно, что вы такая живая, да, что вам хочется доверять, то есть, у меня сейчас приток людей в группе по 200-300 человек в день, постоянно, хотя мы чистим и мы убираем троллей и комментируем, то есть убираем провокационные комментарии, все равно у нас каждый день идет приход живых людей, живых. Я хочу добавить, что еще появляется много новых групп, которые против сноса, но они разные, вот видно, что там тоже живые люди, которые, ну, хотят там, допустим, чтобы был еще какой-то иной стиль, например, вот группа против сноса и еще без политической цензуры, я не помню, как она называется, потому что в основной группе решили, что поскольку там пошли конфликты какие-то там на тему пристрастия к разным партиям, все, здесь мы будем без политики, тогда возникла группа, а здесь мы с политикой. Прекрасная группа. Так что вот пока у меня ощущение, что противники вот этой программы реновации, поскольку людям есть что-то ряд, и это живые люди, и это самостоятельные люди, вот происходит рост рядов и самоорганизации. И будет продолжаться, я уверена, то есть несмотря на то, что закон, даже если и примут, мы все равно будем, как бы, мы будем расти, мы будем, как бы, у нас будет все больше и больше. Ну, будем надеяться, что все так и будет, как вы задумали, но я хотел бы все-таки к вопросу о власти вернуться. Вот за это время изменились законопроекты, там, существенно, несущественно, внесены поправки. Вот как вы считаете, это под влиянием протеста или был такой замысел вот написать законопроект, который многие не воспримут, а потом по частям, как бы, улучшать? Вот то, что там изменено, это серьезно, это идет навстоящее требование? Не совсем. То есть, возможно, я прошу прощения старую пару слов. Скорее всего, большой тактический ход был, то есть, в принципе, когда 21 февраля сделали анонс, что все, мы сносим там 8 тысяч 5-ти этажек, в принципе, у них ход-то был хороший, что мы сейчас хотим улучшить людям жизнь. Они сделали самую большую глупость, они забыли про нашу аудиторию. То есть, не те люди, которые, то есть, тех людей, которые привыкли уже давным-давно сами решать свои задачи, сами решать свою судьбу, сами решать, где им жить, как им жить, с кем им жить и прочее. Они про нас просто напряжь забыли. То есть, они подготовили для той аудитории, вот, о которой говорил, да, мой коллега, который вот, который решает, что им все, все подарят. Они про нас забыли. Если бы они изначально сделали тактический ход о том, что коллеги, там, москвичи, да, мы вам планируем улучшить условия, хотите, не хотите, давайте вместе сделаем план района, да, давайте мы выслушаем ваши предложения там по домам, по квартирам, там еще что-то, еще что-то. Давайте мы вас выслушаем. Они сделали ход к конюшу, сейчас мы вам сделаем круто. Забыл его имя, Толстой говорит, мы вам дадим новое качество жизни. Вот для меня то качество жизни, которое вам предлагают, категорически неприемлемо. И он бьет, 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 вот я вам дам вот эту жизнь. Он даже, он нас не слышит. То есть он, то есть я говорю, мне категорически я не хочу жить в гетто, да, где-то там, что это, Мира, прошу прощения, да, вот я хочу жить в малоэтажном, в моем районе. Все. Не на 100 метров дальше, не больше. Нет, ты неправильно живешь, но вот сейчас мы дадим вам новое качество жизни. И таких вот, вот этим вот напором, да, что они идут, нет, вы неправильно, мы за вас решим, что вам лучше, мы за вас решим, мы за вас решим. Тем самым они провоцируют, да, почему у меня группа более, вот говорят, активные жители, потому что нам навязывают уровень жизни, который для нас категорически неприемлемый. И они тем самым, то есть вместо того, чтобы нас слушать, что читайте нашу группу, выслушайте наши претензии, идите навстречу, не идут. Ну, а в чем может быть навстречу, если вы отвергаете реновацию, они хотят все-таки осуществить, вот где эти шаги, компромиссы, которые вы способны сделать? Ну, лично у меня их нет. Нет. А у тех, кто в вашу группу ходит, тоже нет? На самом деле, по-разному, то есть кто-то рассматривает вариант, да, что в рамках района, например, в моем районе, в Савеловском, да, у нас нет стартовых площадок. То есть ни у кого не получится остаться? Вообще ни у кого, да, наш район это понимает, аэропорт вот тоже север понимает, сокольники понимают. Много районов, на самом деле, то есть я сейчас просто, чтобы никого не подвезти, то есть не буду говорить, вот есть такие районы, где нету стартовых площадок, да, то есть и когда мэр говорит, что мы у вас переселим в рамках квартала, у меня в квартале 8 домов, куда у нас? На дерево посадят. И он попадается на вот этих вот мелочах, да, постоянно, маневрируя, мы вам дадим кухню 6 метров, у меня уже 8. Да, и вот каждый, говорю, потому что я еще лидер движения, да, когда он мне, то есть я же все это на себя, да, принимаю, когда он говорит, в том же квартале, некуда деваться, да, да, в том же квартале, смотрю, на дерево, не посадят, я думаю, врет, дам больше метров, я смотрю, у меня комната, комната большая, кухня большая, врет, еще что-то, врет, 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 постоянно врет, да, естественно, тем самым, вызывая все больше недоверия, потому что, грубо, его слова не сходятся с действиями, да, и то, что он говорит, не сходится с законопроектом, да, дом спасти, у них по умолчанию, по квартальный снос, они не будут сносить один дом, им это не интересно, ни им, ни застройщикам, да, то есть, в любом случае, если, например, в моем квартале один дом решил за снос, значит, они будут топить все остальные, чтобы квартал снести, вот эти вот, то есть, по квартальный снос, они будут менять кварталами, и невыгодно, да, сносить по одному дому, они не будут этого делать, и у них в законе четко написано, что, если они решают снос квартала, мы тут же теряем собственность. Все. То есть чиновник решил, что все, квартал мы сносим, все, наше право собственности заканчивается. Никакой ОСССР, никакой активный гражданин не спасет. Мы это прекрасно не понимаем. Понял. У вас решительная позиция. Владимир, а вот вы сказали, что у вас 50% против, 50% за. Ну вот те, которые против, они тоже решительные? Или могут, допустим, пойти на какие-то компромиссы? Вот сегодня я назову несколько поправок, о которых сегодня говорилось. Указано право на денежную компенсацию для собственников жилья. Потом голоса владельцев или нанимателей квартир, которые не приняли участие в голосовании, сейчас будут распределяться пропорционально. Да, вот голосование туда и туда. Или вот, например, убран пункт, запрещающий раньше обжаловать решение о выселении. Вот те, которые 50% против, они способны пойти на встречу городской власти в этом вопросе? Ну, я за всех, конечно, говорить не могу, но всегда есть свои вопросы, потому что если кто-то захотел взять денежную компенсацию, как она будет рассчитываться? По кадастровой стоимости? Как можно рассчитывать? Когда кадастровая стоимость сначала, когда надо было ее обложить налогами, ее задрали выше рыночной, а теперь ее опустили ниже рыночной. То есть это получается какая-то крапленая карта, везде и всегда. Какие-то наперстки, я не знаю, что-то такое. Поэтому мне кажется, что власть она не думает о том, как люди будут реагировать, к чему это может привести. Просто она на эту тему не думает. Она делает то, что ей надо делать, то, что ей нравится, то, что ей хочется. Она решает свои проблемы. Она не думает, потому что при определенной пассивности населения, которое сложилось в последние даже не 5, а 10-15 лет, наверное. Ну, путинское правление и все. Да, да, да. Ну, а что? Я думаю, что это так и есть. И поэтому привыкли. Так же происходило и с теми же платными парковками, и с Платоном, и с капремонтом. Ну, поспорили, пошумели и разошлись. И ничем это не закончилось. Ну, вот я хотел бы тоже напомнить о митинге, где-то уже пошумели, разошлись. Но все-таки вот одно из самых ярких выступлений был предприниматель Дмитрий Потапенко, который говорил, что в основе инновации лежит жадность и алчность городских властей. Пожалуйста, покажите нам эту. Они рассказывают нашим согражданам, что вот сейчас за их маленькую квартирку им чуть-чуть дадут побольше, туалет будет побольше. Забывая рассказать другие вещи, что они отобрали у людей, а я подчеркну, сейчас каждый житель пятиэтажки и не только пятиэтажки имеет право на землю. Он может ее получить в натуральную величину. Соответственно, она стоит кратно, больше, чем эта ваша пятиэтажка. Не только эти деньги он может получить. Он может получить возврат налогов, коммунальных платежей, плюс капитальное строительство, которое якобы мы куда-то сдавали. Это все ваши деньги. Чтобы вы для себя понимали, те, кто подпишутся под реинновацию, вы минимум четыре квартиры только что продали совершенно конкретным людям. А они вам в ответку кинули маленький кусочек в буровейнике. Те, кто хочет посмотреть, как живет гетто, может съездить на Кунцево. Я этот район знаю, что называется с детства, с пальчиков рук. Я там ездил на велосипеде пацаном. Сейчас там стоят коробки. Ну и сотрудники правоохранительных органов, те, кто работают как раз в Кунцево, могут рассказать о криминальной обстановке. Это был предприниматель Дмитрий Потапенко, выступавший на митинге против реновации 28 мая. Ну вот, Елена, я хотел обратиться к вам. Прошли парламентские слушания, получено одобрение, да, в целом. Через три дня наверняка Госдума принята во втором чтении этот законопроект. И там, ну, уже прямая колея к тому, чтобы реализовывать. А что может сейчас сделать гражданское общество? Это опять митинг. Что, это борьба в долгую? Или так можно сделать что-то краткое? Ну, это, во-первых, долгая история в любом случае. Во-вторых, значит, поведение сегодня вот этих самых выступающих со стороны Госдумы показывает, что они в колебаниях. Вот то, что они там ведут разговоры о рабочей группе, это уже, в общем-то, на самом деле, ну, отражение этих колебаний, потому что, если они сейчас говорят о рабочей группе, значит, ну, наверное, вторые чтения не завтра, значит, наверное, они попробуют еще отложить. Ну, пока девятые. Ну, как бы, вот непонятно, все-таки, все-таки такой определенности нет, но даже если вторые чтения пройдут, все равно это уже не похоже на тот сценарий, который нам демонстрировали в самом начале, потому что в начале они явно рассчитывали на такую вот бурю и натиск, такую кавалерийскую атаку, они говорили, вот сейчас быстро-быстро, вот уже давали команду управам там чуть ли не в двухнедельный срок все списки на снос представить и говорили, что вот уже у нас эта программа начинает работать. Все-таки сейчас, вот если мы сравниваем их тональность и стиль выступлений, то, что было и то, что сейчас, разница имеется. Сейчас они понимают, что они создают такой очаг протеста. Значит, смотрите, конечно, в любом случае эта история надолго, потому что даже если они сейчас проворачивают эту ужасную махинацию с бюджетом, то есть, вот, так сказать, отнимают наши деньги из бюджета вот на эту гигантскую программу, физическая ее реализация все равно растягивает. Это просто невозможно физически реализовать вот в том виде, как это предусмотрено вот этим самым законом. то есть, у нас есть время и нас много и понятно, что здесь остаются еще возможности сопротивления. Возвращаясь немножко назад, я могу сказать, что они не то, что не учли реакцию, они просто сделали ошибочный вывод из предыдущих лет, когда протесты против уплотнительной застройки ненужных других городостроительных проектов, застройки парков и так далее, когда они были в основном не очень удачными. Но когда вот люди на месте зеленого двора втыкали башню, люди вначале протестовали, потом смирялись и так далее. Но вы понимаете, да, а если протестовали, в последнее время заведена нелегальная армия таких вот, не знаю, как их назвать, это не ЧОП, потому что это не несчастные охранные предприятия, это просто какие-то боевики такие вот нелегальные. Ну, в Украине вот тетушками называли такое что-то. Ну, в данном случае, понимаете, это люди, которые имеют подготовку спецназовскую, но только вот их выбрасывают против мирных жителей. Вот в нашем районе такое было, вот там, когда жители вышли и сказали, вы не можете разворачивать тройку, она незаконна по такому-то основанию, да, а ответом был вот этот вот самый десант, когда людей просто побили. Вот, скажем, вот я депутат, я тоже пострадала в этот момент, просто они силой всех вышвырнули с территории и все. И вот они решили, что любое сопротивление могут подавить вот просто силой, полностью абстрагируясь от того, законно, незаконно, что вот они могут отсчетлить любой проект. Но, понимаете, здесь разница. Если просто ставят какого-то монстра во дворе, люди это еще могут вытерпать, потому что с ними остается их квартира. Когда отнимают саму квартиру, это уже совсем другая ситуация. Когда заставляют уезжать из родных мест, вот почему прозвали закон о депортации, да, это уже совсем другая ситуация. Тут люди уже готовы, что называется, бросать все дела и заниматься этим более серьезно. Что в сущности происходит. И это сейчас просто не до всех еще дошло. Еще люди говорят, а может быть, этого не будет, а кто-то до сих пор умудряется не знать. Понимаете, дошло не до всех. Но, значит, возможность выступать организованно и обращаться в Европейский суд, пройдя российские инстанции и ведя политические кампании. Вообще-то у нас серия выборов. Вот 10 сентября московские выборы районных депутатов, потом выборы мэра, выборы президента. Это очень хороший фонд для того, чтобы заявить о своих правах в своих требованиях. В общем-то, понятно, что это одна из ключевых тем всех выбирательных кампаний. Есть уже кандидат президента в мэры Москвы. Конечно. Понимаете, это как раз очень хороший фонд именно для тех, кто протестует против власти. Это невыгодный фонд для самой власти. Когда именно на фоне выборов разворачивается такая конфликтная ситуация. Так что, тут мы еще посмотрим, в чью пользу будут меняться события. Что будет происходить. Мы тоже посмотрим. Маленький нюанс. Я прошу прощения, пару слов добавлю. То есть, вот этот вот всплеск, условно говоря, предвыборной кампании, которую они сделали в рамках реновации, они тем самым подняли тех, типа меня, которые никогда в жизни не голосовали и как бы не интересовались политикой. Но по своей группе могу сказать, то есть, я всех не могу, только за свою группу. Мы все пойдем голосовать против. Я понимаю, что нас пока мало, но я искренне надеюсь, что у нас будет все больше, что мы будем выбирать муниципальных депутатов, которые будут нас поддерживать. И мы будем, естественно, в рамках группы распределять по районам, помогать всем муниципальным депутатам, чтобы они набрали свои голоса. Естественно, мы будем выбирать мэра, который, извините, нас уважает, ценит наши гражданские права. А дальше уже посмотрим. То есть, если раньше мы не голосовали, и как уже нам мэр дал понять, что наши голоса по умолчанию ставились за, то теперь ему будет во. Красиво. Я добавлю, что уже появились кандидаты, муниципальные депутаты. Люди сначала не хотели идти в депутаты, а сейчас вот именно вот эти инициативные группы против сноса, они выдвигают из своей среды отличных кандидатов. Это уже, ну, как бы, быстрый рост вот такого вот политического самосознания. Спасибо. Вы затронули тему муниципальных депутатов. Вот, Владимир, с какими еще вещами приходится сталкиваться? Может быть, вы наоборот скажете сейчас, как трудна доля муниципального депутата, чтобы наоборот не ходили? Вот не надо. Нет, конечно, доля трудна, проблем в районе много, но, пожалуй, сейчас вот муниципальный депутат и вообще район, только на уровне района, пожалуй, можно сейчас начать что-то менять. На уровне страны, ну, мы не потянем, мы не сможем, нам не хватит сил, возможностей. А на уровне района можно. Я когда шел избираться, в общем-то, меня никто не знал. Но перед этим я пошел на выборы обычным наблюдателем. Просто с улицы взял, позвонил в одну партию, попросил дать себе направление и пошел. И навел порядок на этом избирательном участке. И в результате я увидел настоящие результаты. Когда в 2011 году, в декабре, КПРФ набрала 28%, справедливая Россия с единой поделили второе место 22%, яблоко 14%, ЛДПР 8%. Это были честные результаты выборов. На том участке, где вы были? На том участке, да. Но понятно, что когда на соседнем участке я начал пересчитывать 0,01% за яблоко, а это даже меньше, чем полчеловека, у меня сразу мысль, а как они считали? Они, наверное, с математикой тоже не очень дружат. У меня до 6 утра не брали, не принимали документы, протоколы для того, чтобы занести их в компьютер. Сначала говорили о том, что не работает компьютер. Приехал, посмотрел, они там сидят, кто там чай, кто чего покрепче. Ну, в общем, ничего не работало. Но добился того, чтобы это случилось. И результаты были честные на этом участке, на моем участке. Потом я пошел на эти муниципальные выборы. И когда я прошел, вот, ну, у нас, в принципе, два человека были, один человек от Яблока, Кенясов Николай Сергеевич, вот, и я шел от КПРФ, сумел избраться. И, конечно, по всем таким серьезным вопросам мы были в абсолютном меньшинстве. А вопросы эти были и по благоустройству, и всем известна тема глонасящих тракторов, которые с поднятыми лопатками там ездят, имитируют работу. И это, сейчас, например, у нас в районе Соколиная гора возбуждены два уголовных дела по факту мошенничества и халатности. Ветеранам войны делали ремонт и украли. Страшно подумать, сколько, ну, половину, наверное, в среднем украли. Ну, вот, вам не стыдно, ну, 95 лет им и больше, но вам не стыдно у них воровать. Понимаете? Платные парковки тоже, к чему они вводились? Ну, ничего, никакие тоже. Нам же обещали, что они сначала не пойдут за пределы Бульварного кольца, потом за пределы Садового кольца, потом пришли и все депутаты, за исключением двоих, проголосовали за введение этих платных парковок. Ну, так скажем, формально это было одобрили предложение Департамента транспорта, потому что этот вопрос не входит в компетенцию муниципальных депутатов. Вот. И вот с каждой вот этой проблемой приходится бороться, бороться, бороться. Благоустройство. Да, ну. Ну, как-то не вдохновляют, чтобы эти депутаты все были бороться, а результаты? Я бы хотела дать более оптимистичную картину, потому что я фактически так чувствую, часто стою одна в Минсенте в своем совете депутатов. Ну, кто-то там перестал ходить, кто-то вообще покинул ряды депутатов. Значит, даже один депутат может очень много сделать, потому что помогает им организоваться гражданам, дает вовремя информацию о том, что рассматривается важная тема, люди могут коллективно выразить свою позицию. Вот мы, например, в своем районе не пропустили платной парковки и не собираемся, потому что нам это не нужно, мы решили, что район без этого обходится. Мы не пропустили уплотнительную застройку. То есть большинство за то и за другое проголосовало, да, против? Ну, как бы жители заставили депутатов, все, большинство проголосовать тоже против. Точно так же мы не пропускали уплотнительную застройку, не пропустили практически ничего. То есть мы решаем системные проблемы, то есть мы заявляем о своем праве на местное самоуправление. Это очень важно. И понятно, что вот наши, скажем, пятиэтажки ощущают поддержку всего сообщества, района. Я думаю, что мы их не дадим в обиду. Так что муниципальный депутат очень много может сделать. И сейчас, мне кажется, люди об этом знают немножко больше, чем пять лет назад. В 2012 году просто никто не понимал, что это такое, что это за выборы. Сейчас не так. Вот сейчас, например, партию Яблоко хочет баллотироваться, ну, через партию Яблоко порядка 850 кандидатов. Вот. Они, конечно, очень разные, но это само по себе довольно значимое явление. А сколько нужно вообще? Всего в Москве порядка полутора тысяч муниципальных кандидатов. Но, понимаете, от оппозиционной партии идти, понимая, что это очень трудная будет кампания, это серьезное решение для человека. Но там много молодых людей, то есть они, тем не менее, готовы пойти на этот риск и готовы вести кампанию. Это тоже показатель некоторого общественного изменения. Керя, вы пойдете тоже к кандидату? Время еще есть подумать. У нас в Соколиной горе, я еще три года назад начал формирование команды, которая пойдет на выборы. Эта команда мне помогала, пока я был вот эти годы муниципальным депутатом. То есть готовить захват власти. Мы пойдем именно командой. Мы не выставляем больше кандидатов, чем надо. Мы договариваемся с другими партиями, с другими кандидатами, чтобы слишком много не ходили и не составляли конкуренцию друг к другу. Потому что понятно, что те, которые пойдут от Единой России, за них придет вот именно то количество, которое уже у них есть, ни больше, ни меньше. Они все проголосуют за них, а нам придется убеждать и искать своего избирателя. Мы можем рассчитывать, что муниципальные депутаты большинстве поддержат реновацию или наоборот? Можно как-то оценить? Смотря какие это депутаты? Из вашего опыта? Пока. По жителям вы сказали, что 50 на 50, а по депутатам, с которыми... По депутатам у нас, я уверен, вот у нас 10 депутатов осталось в районе, 8 я абсолютно уверен, что поддерживают реновацию. Один сомневающийся, так скажем, ну и я как-то вот получился, что когда я во все это окунулся, я сказал, нет, это не реновация, это безобразие. Здесь абсолютно необходима активная позиция самих избирателей. Вот у нас, например, скажем, расклад в Совете депутатов неблагоприятный, то есть у нас большинство представляют депутаты от партии власти, но люди приходят просто на заседание, мало кто знает, что граждане имеют право присутствовать, приходят, заявляют свою позицию, заявляют позицию всех домов района и требуют принять определенное решение по таким вот важным системным вопросам. Я думаю, что вот те районы должны знать, что не ждите, что депутаты за вас примут решение, которое вам нужно. Требуете от них этого? Я могу про свой район сказать, вот это же Савеловский район, у нас все, к сожалению, у нас 12 депутатов, у нас, по-моему, 9, не помню, у нас вся это Единая Россия, они просто тупо, вот им поставили задачу топить, вот они нас топят, да, то есть у нас вот есть 3 депутата, по-моему, от КПРФ, которые мы сейчас просто молимся, да, что они хоть как-то о нас говорят, но мы вообще, вот сейчас, да, мы жители пятиэтажек, понимаем, что мы остались одни, эти по этой команде нас топят, просто вот нас вот, да, КПРФ, как-то вот у них там какие-то свои, да, есть трудности, то есть они не могут за нас постоять, да, в итоге, вот, за Савеловский район, можно сказать, что мы сейчас просто выдвигаем своих депутатов, своих активистов, просто вот будем защищать себя сами, не, как бы, нас нет веры, надежи ни на кого. Владимир, почему Кэрри думает, что коммунисты там вот как-то так не совсем прямо ведут себя. Но дело в том, что я вообще не являюсь тоже членом партии, я вообще беспартийный. не активны, скажем так. Ну, бывает, бывает по-разному, понимаете? Я бы хотелось, прошу прощения, можно я добью? Просто хотелось бы, чтобы было вот как я, да, пошла напором, все, нет, там просто, как бы, пожалуйста, подпишите, ладно, подпишу, а вот то, что действительно действовать, ходить, там, выбивать, 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 требовать, что мы против, мы против, мы против. Здесь много политики, политика это далеко не всегда напор, а даже наоборот, я бы сказал. Ну, я не политик. Поэтому для того, чтобы добиться результата, действительно приходится и договариваться, искать компромиссы, и это, в общем-то, это правильно. У нас очень мало времени, который, у нас, у нас очень мало времени, потому что если мы сейчас... А бывало, а бывало и такое в Сокольниках, например, от КПРФ прошло половина, депутатов, которые потом тут же перекрасились, ну вот как-то, как-то чем-то... у нас хоть накрасится. Чем-то, чем-то, значит, их переубедили, какие-то аргументы для них нашли, и они стали, опять же, послушными и удобными для власти. Я просто не понимаю, говорю, если бы, ну, опять же, я привыкла по себе, если бы мне сказали, Кэрри, топи, я бы взяла, бы уволилась сразу. Да, потому что, говорю, это чудовищный законопроект, когда люди говорят, ну, где у меня зарплаты, потоплю, ладно. Мы замечательно поговорили, но у нас осталось примерно полторы минуты еще, и я хотел бы, чтобы каждые полминуты, может быть, сказал бы, вот какие шаги надо предпринимать в первую очередь, чтобы что-то противопоставить тому варианту реновации, который предлагает московская власть. Пожалуйста, Илья. Ну, у нас ситуация, когда мы должны спасать город. Я не преувеличиваю. То есть, если эта программа будет реализована, в Москве будет жить невозможно. И нужно просто любым способом выражать свою позицию. Писать, выступать, разговаривать с соседями обязательно, объяснять, что городу не нужна эта программа, более того, эта программа город убьет. Нам нужно вместе выступать, доверять друг другу и заявлять о том, что Москве не нужна реновация. Все проблемы Москвы можно решить другим способом. Спасибо. Вы за агитацию. Владимир. Я тоже за агитацию. Я считаю, что мы, конечно, должны принимать большее участие в жизни нашего города. Жители сами должны принимать большее участие в жизни города. Не должны бояться. Каждый должен просто начинать с себя. Когда каждый начнет начинать с себя, задавать вопрос себе сначала. Не говорить, что я один могу. Все против, а я один за, что я смогу один. Нет, если каждый себе задаст вопрос, если не я, то кто, и начнет с себя, жизнь у нас изменится. И, в общем-то, я думаю, что к лучшему. Спасибо, Владимир. Керри, но вы уже начали с себя, я понял. А что вы ждете от людей еще? На самом деле, в силу того, что мне сейчас за три месяца я общаюсь с многими потрясающими людьми, которые пострадали еще до программы реновации. Это дольщики, это лишние подсечники, это гаражники, это те дома, которые сейчас живут в бараках, хотя они имеют право, чтобы их расселили. А мне кажется, что сейчас самое главное, это объединяться всем. Не нужно сейчас разбивать на разные, что у меня проблема плохая, а у вас хорошая. У меня проблема... У нас мы все в одной лодке. Нам нужно объединяться для того, чтобы решить самое главное, защитить свои права. Спасибо. Мы выслушали прекрасные рецепты по борьбе с реновацией. А я напомню, что на волнах радио «Свобода» на нашем сайте «Свобода.org» и на телеканале «Настоящее время» звучала программа «Грани времени». Нашими гостями были муниципальные депутаты Елена Русакова, Владимир Шпеньков и общественный активист Кэрри Губенбергер. Вел программу Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман. Спасибо. Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте «Свобода.org», а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода». Радио «Свобода» в социальных сетях Twitter, Facebook, Вконтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok